МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробностей о самых главных событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Теракт в Одессе. Седьмой за месяц. Это взрыв. Очень громко было. От пионов до мигов. Новогодний комплект для украинских бойцов. Приговор, ножницы, браслет Навальный. Какая взаимосвязь и чем все это закончится для российского оппозиционера? Очередной теракт в Одессе. Как это произошло? Кого взорвали на этой трассе? Причем здесь одесская антитеррористическая операция. Подробнее Андрей Анастасов. Взрыв прогремел вчера в половине 11 вечера на улице Гимназической. Неизвестные заложили бомбу на крыльце координационного центра помощи бойцам АТО. Взрывной волной вырвало двери, ролеты. Досталось и припаркованному рядом микроавтобусу. В соседних жилых домах выбиты стекла. Мы сидели смотрели телевизор и вдруг такой страшный, сразу поняли, что это взрыв. Очень громко было. Какая была мощность заряда и что это было за устройство устанавливают эксперты. Милиция квалифицировала произошедшее как теракт. Напомню, за последний месяц это уже седьмой подобный случай в Одессе. До этого неизвестные взрывали. Опять-таки волонтерский центр, магазин патриотической символики. Взрывчатку подбрасывали также под автомобиль возле штаба местных майдановцев. В принципе, можно так предположить, что это взаимосвязано. Потому что нападению поддаются именно организации, которые направлены на помощь бойцам АТО. В результате вчерашнего взрыва никто не пострадал. В момент теракта в помещении центра сотрудников не было. Активисты предполагают, взрывы в Одессе устраивает одна и та же диверсионная группа. Есть какая-то группа, которую не могут никак найти. Вы знаете, они думают, наверное, запугать, но я не думаю, что это результат будет. Это скорее просто, наоборот, будет озлоблять народ против этих террористов. Напомню также, на прошлой неделе милиция объявила, что начинает оперативно-профилактическую отработку города в связи с нависшей террористической угрозой. Горожан предупредили не пугаться, если увидят на улицах большое количество автоматчиков. И действительно, позавчера автоколонны с вооруженными людьми въехали в Одессу и все же устроили небольшой переполох. Местные жители даже успели окрестить это Одесской АТО. А вот сегодня патрульных бойцов уже не видно. Куда они подевались? В одесской милиции ответят, затруднились, но в то же время подтвердили. Среди прибывшего подкрепления есть и подразделения нацгвардии. Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканала Интер. Одесса. Поджечь офис волонтеров, помогающих армии, попытались и в Херсоне. Одну пластиковую бутылку с коктейлем Молотова неизвестной бросили в окно, вторую под дверь. Жидкость разлилась, начался пожар, сработала сигнализация. На вызов приехали охранники частной фирмы. С огнем справились самостоятельно. Активисты связывают нападение с серией подобных инцидентов в других городах. Мы когда приехали, мы обнаружили, что вот закоптилась дверь. Мы обретали наши все надписи. Там можно еще показать, у нас окно закоптилось тоже. Сразу же вызвали милицию. Уже же сталося внаслідок подпалу легкозаймистої речовины. С места злочину вылечено двіємности полимерные. Тканина обгорела и каминня. Боевики на Востоке сегодня ведут себя довольно активно. С нами на прямой связи Руслан Смещук. Руслан работает в зоне АТО. Руслан, здравствуй. Как прошла минувшая ночь и сегодняшний день? Наталья, ну вот после относительно спокойной ночи утром боевики возобновили свою активность. Были обстреляны украинские войска в уже традиционных точках напряжения. Это Донецкий аэропорт, так называемая Бахмутская дорога и Дебальцевский плацдарм. С 8 до 14, 1 и 7 рази открывали огонь по позициям наших військовых, с гранатометов и минометов. С гранатометов боевики двоих обстреляли Донецкий аэропорт, а с минометов населенные пункты ЗОЛТ и Донецкий, что на Луганщине. Наша группа сегодня работала в районе Дебальцевского плацдарма, это стык Донецкой и Луганской областей. Ситуация там, если так можно сказать, стабильно напряженная. То есть боевики там постоянно обстреливают позиции украинской армии. Вот сегодня было относительно спокойно, а вот позавчера на опорные пункты в районе поселка Чернухино падали мины, а под поселком Никишино работал вражеский снайпер. На сегодняшний день за тысяча, недавно, пару дней назад нас обстреляли село и наши позиции обстреляли. Это для наград, тренометов. Это для наших хлопцев загибли в катастрофу, а они тоже безмертного состояния, я постараюсь. На данном плане, в районе Никишино, я постараюсь, чудо-постараюсь, потому что дальше в наших позициях. Причем боевики продолжают использовать тяжелое вооружение, которое бьет не по позициям военных, а по улицам Чернухино. Когда мы были в поселке, видели, как в очередной раз энергетики восстанавливают побитые осколками сети, энергосети. Дело в том, что на днях боевики, как говорят военные, положили по Чернухино полкассеты Градов. Это более десяти ракет, два местных жителя погибли. Вот также на улице до сих пор видны следы крови, возможно, вы их сейчас видите. Ну и побило дома. Товстрел, судя по всему, он был. Человеков поедет, следы остались. Ну и посекло провод. Вот он сейчас ремонтирует. И сегодня мы также побывали на одном из ключевых опорных пунктов, так называемый блокпост Балу. Он запирает дорогу на Луганск. Здесь уже готовится к усилению контроля. Напомню, по решению СНБО на границе с оккупированными территориями оставят семь транспортных коридоров, семь дорог. А остальные закроют для движения. Пока проезд разрешен для людей с местной пропиской, а также грузовикам с углем из так называемой ЛНР для украинских ТЭЦ. Но в любой момент этот коридор могут перекрыть и полностью блокировать автомобильное движение в районе Дебальцевского плацдарма. Думаю, что это будет решение принято. Нам это чуть облегчить работу. Как я знаю, у нас очень мало осталось дороги, которые позволяют приезжать на нашу неконтролируемую территорию. Есть списки, с территории, которая нам не контролируется, везде уголки на наши списки. Фирмы, автомобили, которые могут приезжать безперескод, но при наявности, там, восьми документах. Если у них есть документы, все официально нормально оформлены, тогда они приезжают. Наталья, ну вот на данный момент у меня все. Спасибо тебе, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АПТО. И сейчас на очереди Мариуполь. Там работает ревина Сидбулаева. Она также с нами на связи. Эля, здравствуй. Что в Мариуполе? Какие новости? Да, Наташа, активизировалась атака со стороны боевиков. Сегодня они трижды открыли огонь по нашим позициям. Это села ТО. Это недалеко от села Николаевка и Чермалык. Обстрелы ведут прицельно из тяжелых орудий. При этом наши армейцы, соблюдая режим тишины, огонь не открывали. Они почти ежедневно подвергаются обстрелу из стрелкового оружия. И в последнее время часто работают снайперы. Научились они стрелять прицельно, буквально несколько метров от позиций. Были обстрелены тяжелым вооружением, 152-мм гаубицей. Страдает больше всего украинский народ, что с этой стороны, что с той стороны. Это наш единый народ. Работает техника типа БТР и БМП. Иногда бывает слышно с той стороны звуки тяжелых машин. Но это возможно, что перевозят пушки с места на место. Происходит дислокация. Как правило, хаотичные выстрелы слышны и в районе Толоковки. Судя по всему, таким образом террористы пытаются держать в напряжении наших военных. Рассказывают, огонь открывают в основном ночью. И говорят, что ситуация может ухудшиться с прибытием очередного так называемого гум-конвоя. Он пришел и боевики активизируются. Нам известно, что сепаратистам не платят зарплату. Что у них проблемы с обеспечением. Мы ждем подарки, но мы готовы. И сегодня на передовую приехал капеллан. Он общался с нашими защитниками, привез теплые вещи и священные книги. И вот во время встречи передал ребятам детские рисунки, письма и обереги. Также провел службу. И все желающие могли исповедаться. И наши защитники из разных регионов уже мечтают о мирном времени. Война, когда закончится вот на этом автомобиле чудесном, я поеду в Крым. В свой родной украинский Крым. Я передаю привет. И на этой машине я проеду по Севастополю. Я просто обещаю. Слава Украине! Слава! Ну и на завершение хочу сказать, что в ближайшее время возобновится движение поездов Мариуполь. Мост подорвали две недели назад. И вот работы почти завершены. Наталья, на этом у меня все. Спасибо, Эля. Эльвина Сибулавил была с нами на связи из Мариуполя. Боевики отпустили из плена луганского журналиста Сергея Сокодинского. Он был заложником три с половиной месяца. Вначале Сергея держали в подвале, затем на два месяца в МВД, так называемое ЛНР. Несколько часов назад боевики внезапно открыли дверь и разрешили ему уйти. За пять дней Нового года террористы захватили более 20 украинских военнослужащих. Семеро попали в руки боевиков вчера в Донецке. Они ехали домой в рамках ротации. Всего в заложниках находится около 250 человек. О том, как прошел день в оккупированных городах, нам по телефону каждый день рассказывают местные жители. Давайте послушаем Донецк и Луганск. Была, не была, не могу сказать. Я ничего не слышала сегодня. Там, где я живу, где-нибудь это все есть. И свет, и газ, и вода, и тепло, и интернет. Телевидение работает. Прошли сутки у нас тяжело. Такое ощущение, что вернулся июль или август. Потому что начинается вчерашнего вечера, и всю ночь работала тяжелая артиллерия в районе Трудовских и Петровского района. Ранено больше 10 мирных жителей. О смертях не сообщалось у нас в городе. Ситуация с продовольствием в городе, в магазинах, ну как-то не вселяет надежды, потому что очень много появилось пустых полок. Хочется надеяться, что это потому, что за время праздников просто не подвозили продукты, а не потому, что не пускали на блокпостах. Донецкий час, Донецк вернулся. Ситуация в самом городе довольно нормальная, обыденная. Каких-то таких эксцессов после Нового года не происходит. В отдельных районах там были отключения, но транспорт работает. Шасса, правда, не работает. Но так, в принципе, в городе там все есть. Украина не выплачивает пенсии террористам. Об этом министр соцполитики Павел Розенко написал в своем фейсбуке. В доказательство опубликовал письмо пенсионного фонда. Это его ответ губернатору Луганской области Геннадию Москалю, который на днях сообщил, что 14 пенсионеров, работающих в МВД, так называемой ЛНР, и руководящих террористами получают выплаты из государственного бюджета Украины. Из рук президента, какой техникой сегодня обрадовал верховный главнокомандующих наших артиллеристов, десантников, летчиков и спецназ, и сколько единиц пополнит ряды нашей армии, знает Макс Кошелев. Подарок украинской армии к Рождеству президент Петр Порошенко передал украинским вооруженным силам полторы сотни единиц бронетехники, тяжелого вооружения, артиллерии и даже авиации. На военном аэродроме под Житомиром две длинные шеренги техники. Часть расконсервирована, часть модернизирована. Но все боевые машины прошли через заводы и теперь находятся в состоянии новых. Подарки накануне Рождества получили десантники из 25-й и 95-й бригад, а также бойцы 93-й и 14-й и других. Особое внимание богам войны, артиллерии. На вооружение в Украине вернулись установки «Пион» калибра 203 мм. С современными машинами управления артогнем, оснащенными баллистическими компьютерами. У экипажей настрой боевой. Тренировки происходили, как положено. Что было, неисправности не улажены. Шепетовский завод нам сделал, как положено. Пойдут в бой, воевать будем, что, как положено. Пока я знаю, что мы тоже умилыком шиты и дадим отпор всем. Сертификаты на десятки новых боевых машин военным вручал президент. Вручается сертификат на 11 одиниц боевых машин пехоты БМП-2 командиру 9-й механизованной роты 93-й окремой механизованной бригады капитану Грицею Сергею Леонидовичу. Новое вооружение получил и спецназ. Современные отечественные автоматические винтовки с прицелами. Для боевых летчиков по два модернизированных МиГ-29 и Су-27. Тут покращена навіаційная система, то есть возможность использования спутниковой навігации. Деякие в оборудовании прицелы, покращенные характеристики. И геликоптеры, и литки будут оснащены новой системой противоповитряной обороны. Мы будем иметь возможности для использования авиации в ночи. Это уже результат того, что удалось сделать за эти 7 месяцев. Также президент наградил орденами 25 военнослужащих. Спросили у главы государства и о режиме прекращения огня на Донбассе. А как мы использовали час для перемирия, вы видите, вы для этого сегодня сюда приехали. Что подчас, пока не идут активные боевые дії, у нас полностью відновлена боездатность частины подразделів. Бо на 5 вересня, я зараз же можу сказати, у нас залишалося 20% техники від боекомплекту. Сегодня є 100%. Сегодня є чим себе захищати. Большая часть презентованной техники уже в ближайшее время отправится в зону АТО. Некоторые машины уже в пути. Максим Кошелев, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В Берлине завершилась встреча представителей Министерств иностранных дел стран Нормандской четверки. Это Украина, Россия, Германия и Франция. По словам директора департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексея Макеева, договорились, что контактная группа встретится с представителями так называемых ДНР и ЛНР, чтобы подтвердить минские договоренности. 9 января Нормандская четверка соберется на уровне министров. А 15 января в Астане запланирована встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции. Мета этих контактов – это, на самом деле, обеспечить дотримание реального, а не формального, не виртуального припинения в огне, которое постоянно порушивается пророссийскими террористами на Донбассе, установлено эффективного контроля над украинско-российским кордоном. Нефть продолжает дешеветь. Мировые цены опустились ниже 55 долларов за баррель. Своё падение продолжает и российский рубль. Курс долларов в первые минуты торгов на московской валютной бирже подскочил до 59 рублей за доллар, евро – до 70 рублей. Кухонными ножницами по электронному браслету. Почему Алексей Навальный считает свой домашний арест незаконным? Куда он отправится, если сможет покинуть свой дом? И кто уже спешит по его адресу? Обо всём подробнее. Ирадж Недоев из Москвы. Алексей Навальный больше не желает сидеть дома, а домашний арест считает незаконным. Об этом он сообщил в своём блоге. «Я, честно, подождал положенные 5 суток, даже больше. Приговоров до сих пор нет. Я просто сижу под арестом вообще лишь какой-нибудь бумажки. А мой брат Олег вообще сидит в камере», – написал Навальный. Согласно закону, в течение пяти дней оппозиционеры должны были прислать копию приговора. Поскольку у Навального нет документов на руках, он не может подать апелляцию. По словам Алексея, он единственный в истории российских судов человек, который сидит по домашним арестам после вынесения приговора. Политик выложил в интернет фотографию, срезанного кухонными ножами браслета, и подчеркнул, что уезжать никуда не намерен. Все его перемещения будут сходиться к поездкам из дома в офис и обратно, а также к проведению досуга семьёй. Адвокат Навального Ольга Михайлова считает, что её подопечный закон не нарушал, так как Алексей не получил ни приговора, ни какого-либо судебного решения. Кроме того, суд не огласил ограничения на Навального, – добавила Михайлова. Представители Федеральной службы по исполнению наказаний уже поехали проверить. На самом ли деле Навальный нарушил условия домашнего ареста. 30 декабря братьев Навальных признали виновными по делу Ифраше. Брат Навального Олег получил три с половиной года тюрьмы. Алексей такой же, но условный срок. После вынесения приговора несколько тысяч человек вышли с протестом на улицах городов России. Акции в поддержку братьев Навальных прошли и за рубежом – в Берлине, Лондоне, Праге и Тель-Авиве. В новом году первый пикет состоялся в Казани. Акции планируются в Петербурге и Москве. Сколько же соберёт ближайший митинг, мы узнаем совсем скоро. Город Шнедович, Сергей Ведмедь, Московское бюро, телеканал «Интер». Ну то, что за пользователями соцсетей в России следят довольно пристально, давно не секрет. К жительнице Екатеринбурга Екатерине Волокженниковой полиция пришла с обыском после того, как на своей странице ВКонтакте она постила ссылки на украинском языке. Женщину забрали на допрос и завели дело по статье «Возбуждение ненависти» либо «Вражды», а также «Унижение человеческого достоинства». Мы продолжаем. Смотрите далее. Няне-шпионы. Как распознать экстремистов в нежном возрасте? Вперёд в прошлое. Почему Крыму не нужны обменные пункты и как теперь будут менять? Пивная истина. Почему Махатма Ганди не прижился на американских банках? Выдача биометрических проспортов в Украине откладывается. Подавать документы на оформление можно будет не раньше, чем через неделю. Заминка произошла из-за новогодних и рождественских праздников. Кроме того, в Украину ещё не прибыло оборудование для изготовления этих самых паспортов. Его доставят только 20 января, но заявки от украинцев начнут принимать уже 12. Процедуру получения шенгена усложняют. Именно так воспринимают многие украинцы нововведения, запланированные на конец января. О чём идёт речь, что так пугает украинцев и почему? Подробнее Марина Коваль. Чтобы поехать в Европу, раньше достаточно было обратиться в турфирму. И сотрудник сам относил документы в консульство. Так что желающим получить шенгенскую визу, ходить по кабинетам не было необходимости. Теперь же все туристы обязаны будут появляться в консульствах. Например, чтобы получить разрешение на въезд во Францию, жителю Ужгорода придётся потратить минимум три дня. Это будет просто нереально, собрать всех людей в определенном консульстве, в определенном месте, для того, чтобы сдать вот эти отбитки пальцев. Это вообще не комфортно. И, честно говоря, даже не уявляю, как это будет на самом деле реализовываться. С начала года в Украине и так вводят биометрические загранпаспорта. Зачем же сдавать отпечатки пальцев ещё и в консульствах? Сейчас, прагнувши отримать шенгенскую визу, каждый гражданин Украины должен отдать достаточно много документов. Запроводление биометрики с боку Европейского Союза должен в перспективе усунуть эти абсолютно заявные документы. В Венгерском консульстве в Ужгороде практика сбора биометрических данных не нова. Те, кто живёт в 50-километровой погранзоне, дают отпечатки пальцев уже несколько лет. Мы готовы к введению новой системы. У нас уже есть опыт сбора биометрических данных, и никаких дополнительных трудностей для граждан Украины нововведение не несёт. Пока неизвестно, как именно сотрудники консульств будут собирать биометрические данные. Процедура ещё не отработана. В Украинском МИДе же уверены, такое нововведение необходимость и первые требования ЕС для отмены шенгенских виз, что вполне возможно уже в этом году, уверен Клинкин. Марина Коваль, Юрий Ковалёв, телеканал Интер, Ужгород. На территории Одесского НПЗ продолжаются маски-шоу. На этот раз они сопровождались автоматными очередями. В руководстве заверяют, что завод уже несколько недель грабят, и это может грозить техногенной катастрофой для всей области. О какой катастрофе идёт речь, подробнее наши корреспонденты. Напуганные сотрудники, автоматчики в масках, очереди из калашей, а вокруг 70 тысяч тонн нефтепродуктов, которые могут взлететь на воздух даже от одной пули. События на Одесском нефтеперерабатывающем стали развиваться по сценарию боевика ещё в ноябре. Неизвестные в масках и молодчики с битами ворвались на завод якобы, чтобы вернуть стране нефтепродукты беглого младомиллиардера Сергея Курченко. Их цена – 55 миллионов долларов. Топливо хранится там в резервуарах, под арестом. Но почему-то завода его повезли не на аукционы, чтобы продать и направить деньги в бюджет. Увезли во своясе. Без завозами топливо вывозилось. До прошлой недели, когда были снегопады, оно активно вывозилось. Куда его доставили, мы не можем сказать. Ну, я знаю одно, что, как мне кажется, на базу Одесского нефтепродукта оно не попало. В неизвестном направлении уже исчезли нефтепродукты на 10 миллионов долларов. Еще 10 тысяч тонн дизеля откачали на перевалочную базу «Укртранснефтепродукта» предприятия группы «Приват». Но никаких аукционов по продаже не проводили. Кто вывозил? Это, насколько нам известно, батальон «Днепр-1». У некоторых поставались нашивки. Вчера или позавчера уже была стрельба на заводе. Там вы поймите, что если они выстрелят куда-то не туда или попадут в цистерну какую-нибудь, то может быть техногенная катастрофа. На заводе остались еще 57 тысяч тонн нефтепродуктов. Знают ли в правительстве, что у них под носом просто воруют топливо? Мы спросили у Минэнерго. Но в ответ на наш запрос – тишина. Адвокаты, ведущие дела об аресте нефтепродуктов, уверены – кто-то хочет вывезти все, а завод обанкротить. Почему в правительстве закрывают глаза на откровенный грабеж и не видят, что арестованные нефтепродукты попадают на частные заправки? Это вопрос и к министру, и к генеральному прокурору, и к службе безопасности. Ведь если видят и закрывают глаза – это уголовное преступление. Оксана Григорьева, подробности, телеканал «Интер». Крымские обменники ушли в подполье. Официально не работают. За какую веревочку теперь придется дергать, чтобы окошечко открылось? Расскажет Юлия Крючкова. Она в Симферополе. Киоски, где можно было поменять валюту, не работают с 1 января. Поначалу люди не очень паниковали, мол, праздники. Но когда обменники не открылись и 3-го числа, у многих возник вопрос – как теперь быть? Все люди ищут в ужасе, что такое, что не работает это. Все люди в ужасе. И куда ни банки не работают, и ничего не работает. Вон у всех спросите. Это ужас. Отныне на полуострове по российским законам обмен валюты разрешен только в банковских отделениях. Но и они закрыты. До 12 января – каникулы. Чем связано? Не знаю. Сами обменщики не на камеру говорят – официально работать будут. Правда, для этого придется получить специальную лицензию. А до тех пор половина ушла в подполье. На табличках, где указываются курсы валют, никаких цифр. И все же сдать или купить валюту можно. Для своих обменники работают. И даже новую услугу придумали – обмен валюты на дому. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал «Интер Крым». В стране заблокирована работа практически всех супермаркетов сети «Амстор». Трудовой коллектив запугивают, призывают не выходить на работу. Кому это выгодно и кто за этим стоит, попытались разобраться наши корреспонденты. Иди гуляй отсюда. Иди гуляй. Ой, а сейчас сможет это всё? Мы можем. А чё? Знаешь по чему? Почему? Потому что я с такими моральными дорогами говорю, что ты разговариваешь по-другому, в другом месте. Вот так вели себя неизвестные, которые ещё накануне Нового года пытались заблокировать работу магазинов сети «Амстор» в Запорожье, Днепропетровске и Мариуполе. Сегодня представительства этой торговой сети закрыты по всей стране. Вы нельзя выйдете из супермаркета. Почему вы выйдете? Что вы нам скажете? Выйдете из супермаркета. Или я сейчас выжил открытый мир. Работа магазинов заблокирована по указанию бывшего управляющего «Амстора» Владимира Вогоровского. Представители сети рассказывают, что Вогоровский был уличён главным акционером смарт-холдинга в попытке присвоить компанию, мошенничестве и в результате отстранён от должности. Тем не менее, продолжает дестабилизировать ситуацию на предприятии. Запугивает коллектив «Амстора», призывает не выходить на работу. Причём делает это дистанционно. Он отдыхает на престижном европейском курорте. Товарищ Вогоровский находится в данный момент в Куршевеле и даёт неадекватные команды, которые заставляют нас идти на противоправные действия. Например, заставляют прятать выручку и т.д. и т.п. А в подвале одного из супермаркетов Днепропетровска господин Вогоровский и вовсе пытался уничтожить финансовую документацию предприятия. Мы установили, что в садях же содержатся документы строгой отчётности, а вот там, если мы заметили, находятся горючо-смазочные материалы, которые были предназначены для уничтожения этих документов. Так Вогоровский смог не только обогатиться, купил престижную иномарку и квартиру в элитной высотке на Грушевского, но и переоформить магазины сети «Амстор» на другую фирму, которая находится в зоне АТО на Донбассе. У нас там находится 18 магазинов, и в принципе господин Вогоровский, получается, присвоил их. По мнению экспертов, то, что происходит с сетью магазинов «Амстор» – итог покусительства государственных структур. Вот и получается – война всё спишет. Будем надеяться, что государство будет всё-таки реагировать. Подобные действия, как вот в случае вокруг «Амстора», это как раз то, против чего, в принципе, люди и выступали в Украине на протяжении последнего года. Против действий Вогоровского в Заборожье митинговал трудовой коллектив. Работники «Амстора» требовали оставить, наконец, предприятие в покое и дать возможность работать. Но Вогоровский не слышит, наслаждается отдыхом в Куршевеле и продолжает, по сути, грабить страну. Услышит ли правительство? Ольга Серова, Юрий Красновский. Подробности телеканал «Интер». Израиль. Боевые баталии перекочевали в местные суды. За что предлагают уголовно наказывать офицеров Сахала? И причём здесь будущие выборы? Подробнее Сергей Услендер. Это был, пожалуй, один из самых драматичных моментов операции «Несокрушимая скала». Во время перемирия боевики «Хамас» внезапно атаковали группу военных. Трое израильтян погибли, одного лейтенанта Адара Гольдина террористы сумели утащить в тоннель. Не было достоверной информации, жив он или нет. Командование немедленно ввело в действие план «Ганнибал». По району, где всё произошло, открыли ураганный артиллерийский огонь. Вот записи переговоров этого дня. Стоп-стоп-стоп-стоп! Мечать уже разрушена. Перенесите огонь на здание с красной крыши, а не под ним. Я отправляю вам поддержку и танки. Мне нужен кто-то, кто видел всё своими глазами. Дайте мне с ними связь немедленно. В соответствии с планом «Ганнибал» допускается даже гибель военнослужащего от своего огня. Главное не дать похитителям увезти его. Спасти Гольдина, увы, не удалось, но один из его сослуживцев бросился в тоннель и, как говорилось в сообщении армейской пресс-службы, обнаружил там неопровержимые доказательства гибели лейтенанта. По утверждению Хамаса и правозащитников, в результате обстрела погибли десятки гражданских лиц и гуманитарные организации потребовали возбудить уголовное дело против израильских военных. Во время войны, такой войны, не может быть расследования, потому что те следователи, которые могут это расследовать, они не находятся в боевых действиях, они никогда не были под огнём, они не могут понять всей подоплёки действия во время боевых действий, во время ведения огня, боя, спасения жизни, защиты жизни. За военных вступился Нафтали Беннетт, министр экономики и лидер политической партии. Он заявил, что солдат нужно поблагодарить за героизм, а не вставлять им палки в колёса. Левые в долгу не остались и вытащили на свет Божию историю 20-летней давности. В 1996 году совсем молодой капитан Беннетт командовал ротой спецназа, которая принимала участие в антитеррористической операции «Гроздья гнева» в Южном Ливане. Подразделение попало в засаду, Беннетт вызвал артиллерийскую поддержку, снаряд попал в жилой дом, погибло много гражданских лиц. Беннетт заявил, что никакой вины за тот инцидент не чувствует. Вина, наоборот, лежит на террориста, который использует мирных жителей в качестве живого щита, и министр призвал оставить военных в покое. Практически одновременно с этим 250 офицеров-резервистов подписали письмо, в котором потребовали не проводить никаких расследований, не возбуждать уголовных дел, иначе это отобьёт у них всякую охоту воевать. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер» Израиль. О чистом и голом преступнике, геймерах-олимпийцах и нянях-шпионках далее в нашем обзоре. Террористы с пелёнок. МВД Великобритании решило отслеживать потенциальных экстремистов. Для этого нянь и воспитатели детских садов призвали сообщать о подозрительных малышах. Персонал садиков, например, должен обращать внимание на антисемитские заявления из детских уст. Ряд политиков инициативу уже раскритиковали. Говорят, мол, МВД решило превратить нянь в шпионов. Геймеры замахнулись на Олимпиаду. Любители видеоигр предлагают включить бродилки и стрелялки в олимпийскую программу. Идея пришла в голову создателю Варкрафта Робу Парда. Он признаёт, добиться задуманного будет непросто. Однако считает, идея весьма рациональна, ведь участники кибертурниров, как и спортсмены, должны моментально реагировать и принимать важные решения. Случайная находка. В Иерусалиме археологи ненароком откопали осадки здания, в котором, возможно, судили Иисуса Христа. Руины нашли, когда проверяли грунт недалеко от музея башня Давида. Учёные считают, обнаружили фрагменты дворца царя Ирода, где, предположительно, квартировал Понси Пилас и приговорил Иисуса к смерти. Выпей пиво и найди истину. Американской пивоварне пришлось извиниться за банки с изображением Махатмы Ганди. Назвали хмельной напиток Ганди-бот. В Индии такой пиар уважаемого политика не оценили. Подали на компанию в суд. Американцы поспешили объяснить, что их пиво способствует самоочищению и поиску истины. И что обидеть они никого не хотели. Внушительный улов. 180-килограммовый голубой тунец ушёл с молотка на новогодних торгах в Токио. Рыба досталась владельцу крупной ресторанной сети Киеси Кимура за 37,5 тысяч долларов. Правда, мужчину удивила столь низкая цена лота. Ведь в прошлом году тунец весом 220 килограммов продали за полтора миллиона долларов. Из душа за решётку. В штате Орегон полицейские арестовали голого грабителя. Мужчина проник два дома. Первым опустошил бар. Во втором решил помыться. В души вора исхватили. Сейчас преступник за решёткой. Чтобы дебет с кредитом сошёлся в Токио, белые воротнички помолились за удачу в будущем году. В свой первый рабочий день местные офисные служащие традиционно пожаловали в храм Канда Медзин и попросили удачи в 2015-м. Сегодня за благополучием пришли более 200 тысяч работников. Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности UA. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи в подробности. Субтитры создавал DimaTorzok